Прославить нашего Господа Иисуса Христа можете поделиться этой радостью, победой, если у кого есть. Нет никого? Хорошо. Ну, вернее, не очень хорошо, конечно. Двигаемся дальше. У нас сегодня, смотрю, новые люди есть. Можно вас попросить подняться и представиться, как вас зовут? Вы же первый раз сегодня у нас. Я не ошибся. Как вас зовут? Как заказываете? Как? Светлана Чепи, откуда вы? С Украины. А как узнали о нашем собрании? Как разбрать из-за нашего церкви? Понятно. Давайте поприветствуем Светлану. Дай поприветствуем. Да. Добро пожаловать в нашу церковь, на наше собрание. У нас после служения будет чай. И можем поближе познакомиться и пообщаться с вами. Давайте мы сейчас помолимся за наших деток. Выходите, детки, на молитву, на благословение. Давайте мы помолимся за наших деток, за наше будущее, за сегодняшнее их общение, за урок воскресной школы. Дорогая церковь, давайте мы прострем наши руки и благословим наших деток. Аллилуйя Господь, слава и хвала Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Боже, мы любим Тебя и благодарим, Господь, за наших прекрасных детей, которыми Ты нас благословил, Боже. А вот, чем мы призываем, Господь, то есть святое имя в жизнь наших детей, Боже. Будь, пожалуйста, внутри их, будь вокруг них, Господь. Благословляй весь их жизненный путь, Боже, во имя Иисуса Христа. Дай им, пожалуйста, понимание, Боже, кто Ты. Дай им, пожалуйста, личных отношений с Тобою, Боже. Пусть они с самого раннего детства узнают Тебя лично, Господь. И пусть на протяжении всей жизни они не отступают от Твоих путей, от Твоих заповедей ни направо и налево, Господь. Пусть их сердце станет домом, Боже, храмом, Господь, Твоей славой и Твоей жизни, Боже. Прославляйся через все сферы их жизни, Боже. Благослови их хорошими учителями, хорошими друзьями, Боже. Боже, поднимай из них, Господь, взращивай тех людей, которых Ты видишь в них, на которых Ты благословляешь, Боже. Поднимай из них евангелистов, служителей, прославителей, бизнесменов, учителей, врачей, Господь. Пусть они в полноте исполняют Твой Божий план во имя Иисуса Христа. Благослови, пожалуйста, сегодняшних общения, их урок, Боже. Благослови, пожалуйста, воспитателей детского служения. Говори через них и служи через них. За все благодарим, Боже. Молимся с любовью, благодарностью во имя Иисуса Христа. И народ Божий скажет Аминь. Аминь. Детки, можете проходить на урок. Дорогая церковь, как вы знаете, наши пастора, они в отъезде. Дорога церковь, вы сигурно знаете, че пасторите не са только в момента. Да, и сегодня такая вот честь, внести Божье Слово. И такова честь падала на човек, който, что носит Слово тоднис. Это на пастора молодежного служения. Тази чести на молодежский пастор Роман. Пастор Роман. Пастор Роман. Пастор Роман. Пастор Роман. Всем привет. Раз, раз. Слышно. Всем привет. Здравейте на всички. Да, выпала мне эта честь проповедовать сегодня. И когда пришло понимание, что мне проповедовать, моя очередь, так сказать. И я молился Богу, чтобы он дал мне тему. И мне пришла тема. И мне дойде една тема. Я такой, достал телефон, записать в заметки там. Извадих телефона си, за да го запиша в записките си. И открываю. Отварям телефона си. И оказывается, уже когда-то я молился, Бог говорил говорить на эту тему. И се указа, че и когато миналия път се молих за това, Бог ми е дал тази тему вече. Я такой, ну, вот и настал ее черед. И аз казам, ими, ето дойде време. Знаете, жизнь христианина, но вы наверняка знаете, очень интересная и веселая. Сигурно знаете, че живот на един христианин е доста интересен. Я в этом убедился на примере своей жизни. Аз се убедих в това, в животами. И вот 18 июля. И на 17 июля. Будет ровно 5 лет, как я уверовал и принял водное крещение. Ще бъдат точно 5 години, откакто повярвах и по их водното крещение. И я вот подумал, надо бы подбить эту пятилетку. И аз си помислих, че трябва да отпразднувам тази това пятилетие. И проанализировать. И да, анализирам. И вот тогда мне и пришла эта тема. И тогава ми дойде тази тема. Что значит служить Богу? Какво означаво да служиш на Бога? Знаете, первые три года. Знаете ли, че первые три години. Не были столь интересными и захватывающими, как вот эти два года последние. Парвите три години не са били толкова интересни, как то последните две. И я вот думал, а в чем же причина? Я си замислих, каква е причината. И понял, что причина в служении. И разбрах, че причината е в служении туми. Но вы не подумайте, первые три года я не сидел, ничего не делал. Но не си мисляете, че первые три години аз стоях и нищо не правих. Я все равно как-то служил в церкви. Аз все по някакъв начин служих на церквата. Поначалу, когда я только начал ходить в церковь. Парво, когато започнах да ходя на церква. Меня, естественно, ничем не нагружали. Ничто, никакви задачи не сами давали. Ну, потому что нужно было вначале познать Бога. Понеже, парво, требаше да разбера за Бога, да го позная. Че служение имело смысл для меня. Че служение туда има смысл за мен. И потом, потихоньку, потихоньку. И след това лека, полека. Мне начали прибавляться определенные задания. Започнаха да ми дават сей повече задачи. Или определенные служения. Или определени служения. И в основном эти служения были внутри церкви. И основно тези служения са били вътре в церквата. Если брать церковь в Молдове, то я там своей машиной служил. Ако говорим за церквата в Молдова, аз помогах там, служих с колата си. Помагал строить церковь. Помагах да строя церквата. Ну и прочие такие вещи принеси, подай. И други такива неща подобни. Но очень быстро я дошел до потолка. Но много бързо стигнах тавана. На развитието ми. На развитието на вътрешния ми дух. И я не предпринимал никаких усилий, чтобы что-то еще привнести новое. И аз не полагах никакви усилия, че нещо ново да донеса в церквата. И только изредки проблески чего-то нового. И само от времена времена имаше нещо ново. Которое действительно запечатлились в моей памяти. Нещо, което е останало в паметта ми. И дали определенный духовный толчок. И са ми дали духовен рост. Вот если брать, когда я еще был в церкви в Молдове. Ако говорим за това време, когато бях в церквата в Молдова. Это пример, как мы с молодежью просто ездили так по красивым местам. Това е пример, как ние с младежите потолахме по красивите места. И наткнулись на одно село, когато были очень красивые дерева. Намерихме едно село, където имаше много красиво дърво. И мы там решили сфотографироваться на их фоне. И не решихме да се снимаме до това дърво. А рядом играли с дети. А до нас играли деца. Им стало интересно, что мы делаем. Им стало интересно, какво правим. Снимаме си и така нататък. И они начали подходить. И нас как-то это все побудило с ними играть. Ты дойдоха при нас и всичко тази ситуация. Они накара да поиграем с тях малко. Я с ними играл, бегал в футбол. И это все переросло, что мы начали им проводить что-то типа воскресное служение. Только это было где-то в будний день. Но мы делали игры, какие-то библейские уроки. Но это все... Я приехал сюда и для меня это закончилось. Но когато дойдох тук в България, всичко това за мен приключи. Я опять углубился в внутренние дела церкви. И отново се задълбочих в вътрешните дела в церквата. Тоже, помогать что-то принести, что-то собрать, что-то убрать. Отново да помогам, нещо да премахна, нещо да донеса. И это очень хорошо. И това е много добре. Но когда ты дошел до потолка... Это не позволяет тебе как-то расти. Това не ти позволява да растешь. И здесь я помню первый такой сажок был, когда приезжали корейцы. И тук си вспомням, първата ми стъпка беше, когато дойдоха едни корейцы. И вот нужно было с ними по Варне ходить, евангелизировать. И трябваше с тях да си разхождам из Варна и да евангелизираме. Приглашать на корейский концерт, который му устраивали. Да каним хората на корейския концерт, който направихме. И вот тогда был один из первых моментов, когда я оставил все свои дела и посвятил себя именно служению. Тогава беше за първи под, когато оставих всичките си дела и да се потопил в служението. И действительно я почувствовал, как духовно я чуть-чуть возрос. И наистина усетих, че в духовне смисло малко празнах. Но это вот была такая единоразовая акция, просто случай. Но това била само веднащия, случка. И обратно откатился. И пак стана така, че да случаев в церквата. И я находил в себе огромное количество разных оправданий. И аз на мирях много оправдания. Ну вот я на камере стою. Аз на листу я до камера. Мы снимаем это все. Снимаме всичко това. Я вот кому-то помог что-то поднять, преподнести. Помагам на някого нещо да примести. Что-то убрать. Нещо да почистя. Я все делаю. Всичко правя. Но внутри я чувствовал, и мой дух чувствовал, что этого недостаточно. Но вътре усещах и аз, и мой дух, че това не е достаточно. И со временем я понял, что вот эти внутренние дела в церкви. И со временем разбрах, че вътрешните дела в церквата, это дела само собой разумеющиеся. Те са под разбиращите сей дела. Потому что церковь наш второй дом. Он же даже первый наш дом. Он же первый наш дом. И то, что мы делаем домашние дела. Убираемся и прочее, прочее, прочее. Многократно мы должны делать это здесь. Потому что самое главное — это дом Божий. Потому что самое важное — это Божий дом. Но семя, получается, которое я сеял внутри себя, чтение Библии, молитвами. Но семя такое, что я засадил во себе си, как учител Библию, изучал я. Я его никак не поливал. Не го поливах. И мой дух не креп. И духами не растел. Кто-то может сказать, может, потому что ты недостаточно много читал Библию. Някой может сказать, и почему ты не читал достаточно Библии? Недостаточно молился. Не си се молил достаточно. Нет, я это делал ежедневно. Не, аз го правих всеки день. Но был какой-то блок, какой-то ступор. Но имах нечто, которое мне спираше. Чтобы возрастать. Че да раста. И вот знаете, я увлекаюсь футболами, боевыми единоборствами. И аз всъщност харесвам бойни искусства и футбол. И вот там, как и в принципе в любом спорте. И там, как и в всеки спорт. Ты можешь тренироваться усиленно. Ты можешь усиленно да тренираш. Ты можешь изучать определенные новые техники и фишки. Ты можешь да изучаваш новые техники. Но ты доходишь определенного потолка. Но ты стигаш по едно време тавана. Который ты не сможешь преодолеть. Който не можешь да прескочишь. Пока не начнешь учить этому других. Докато не започнешь да учишь другите на това. И я действительно заметил момент, когда я начал в футболе стараться как-то подсказывать, помогать, тренировать. Я наистина забелязах момента, когда в футболе започнах, аз вече да уча, да помогам, да подсказывам. Более молодое поколение. По младото поколение. Я видел, как мое понимание футбола. Аз виждах, че моето разбиране за футбола. Начало расти. И започнуло да расти. Что я вот этот потолок пробил. И аз този таван го прискочих. И так же и в церкви, в служении. Също то и в церквата и в служението. Когда вы только приходите в церковь. Когато за първи път идвате в церквата. Вы начинаете шаг за шагом с более мелких дел, мелких дел и потихоньку, потихоньку возрастаете. Ви започвате стъпка по стъпка от малките дела към големите да возрастете, да растете. И тут самое главное не остановиться в этом. И тук е най-важното да не спрете. Да не спирате. И начать оправдывать себя тем, что ну я и так нормально делаю. Да не започните да се оправдават и чесно ли вече праведу статочну дела. Хотя Бог нас учил. Вопреки то, че Бог не учил. Вот в Матвея 28, 19 говорится. В Евангелии от Матеи 28 глава. Какой стих? 19. 19 стих. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот мы видим тут, Иисус говорит, идите и научите. И получается, вот мы сами приходим в церковь, назидаемся, читаем Библию, но мы должны это выносить. Не, всъщност, когато читаем Библию, не треба да говорим навсякаде. Но и не стоит уходить в эту крайность, что я ничего церковного там по церкви делать не буду. Я буду... Да не уйти в мекам крайност, когато аз ничто не мадаправиваю в церкви. Служить людям. Шти служа само на хората. Но надо держать вот баланс. Трябва да держишь един баланс. Это вот как в семье. Как то, сашто как то в семейству. Вы не можете сказать ребенку. Вы не можете докажете на детето. Так, я тебя кормлю. Аз ти храня. Я тебя мою. Аз ти копю. Я тебя одеваю. Аз ти обличем. А вот где ты будешь учиться. А ка деш ти се учишь. И как ты будешь становиться по жизни. И как ты се установишь в живот. Это ты как то сам разбирайся. Ты сам с управи. А ребенку 5 лет. А детето и на 5 години. Нет. Ты как родитель его наставляешь, учишь чему-то. Нет, ты си как родитель. Ти го учишь на различные неща, помогаешь ему. Но и так же не стоит уходить в другую крайность. Так, ты будешь учиться там. Но все, что не требует, у тебя умеет в другую крайность. Чисто учишь там. Я буду помогать тебе реализовать свой талант. А ще ти помогам да реализируешь свой талант. Но вот готовить, кушать, одеваться, ты будешь сам. Но ащи готвиш, ты се обличаш вече сам. Когда ребенок еще маленький, он это не для него. И това не из-за него. Это ответственность родителя. Това е отговорността на родителите. Так же и тут. По същия начин и и тук. У нас есть ответственность служить в церкви. Ние имаме отговорност да служим в церквата. И служить другим людям. И да служим на други хора. Очень важно понять, что Бог и его дела, они первичны. Много е важно да разберем, че Бог и неговите дела са на първо място. А семья, работа, бизнес, это все вторично. А семейство, работа или бизнес, това вече е на второ място. Я вот заметил, когда разговариваю, очень много жестикулирую. Забелязах, че много жестови правят, докато говоря. И это, это вы тут большинство славяне. Я с Молдовы, мы как относимся к латинскому миру, к римскому миру. Это тук вы повечето си славяне, а аз като молдованин се относим к римските народи. И я вижу, как итальянские корни во мне иногда просыпаются. Я сиждам, как итальянские те корни в мен взимат врага. Мы недавно с Аней смотрели фильм «Немдольшее отступление». И там женщина хотела выучить итальянский язык и поехала его учить в Италию. И прожила несколько месяцев, но никак не могла его полноценно выучить. И вот познакомилась с итальянцами и ей сказали, чтобы выучить итальянский. И тя, като се е запознала с итальянцами, те си казали, че да научиш итальянският язык. Его нужно говорить не столько словами ртом, сколько жестами. Отколкото са жестове. И я, когато в это зрел, думаю, хммм. А я, докато го гледах, хммм. Я ведь постоянно тоже, като начинаю говорить. И се замислех, че аз, когато говоря, аз по същия начин правя. Руки уходят в пляс. Ръцете вече отиват нанякъде. Чаще всего у меня бичка на руках, поэтому я учусь говорить без жестов. През повечето време аз имам дещеря си на ръцете си и тогава вече аз се опитам да говори без жестове. Все, возвращаемся к нашему. Връщаме се към темата. Поведу служения. Относно служението. Бог в каждого из нас заложил определенные дары и таланты. Бог във всеки от нас е заложил определени таланти и дарове. И у каждого из нас е свое призвание и предназначение. И всеки от нас има своето предназначение. И самое важное е начать развивать это все. И най-важното е да започнем да го развиваме. Все мы помним притчу о талантах. Не всички соседшими за притча за талантики. Что кому дали пять, тот сделал еще пять. Но кого-то саму дали пять талантов, я направил пять ошти. У кого было три, сделал еще три. Което имал три таланта, я направил ошти три. А у кого был один, он его просто закопал. А което имал один, го я заровил. И вот очень важно понять, как вы распоряжаетесь своими талантами и дарами. И многое важно да разберете, как вы правите с вашими талантами. Лично я чувствовал, что есть у меня какое-то призвание. И очень долго плоть борола это желание понять, в чем мое призвание. И это очень сильно било по моему духовному состоянию, по моему духу. Я был очень легкой мишенью для атак дьявола. Потому что он видел, что внутри во мне идет борьба. Потому что он видел, что внутри во мне идет борьба. Между переходом на новый уровень. На более высокий духовный рост. И между тем, чтобы остаться на месте и даже сделать регресс. И это ударило и по делам моим. И по взаимоотношению с людьми и прочее. И действительно были моменты, когда иногда я задумывался отступить. И да, по одно время имах мисли, че да отступя. Но слава Богу, Бог этого не допустил. Но слава на Бога, Той не го е позволил. И просто в един момент я спросил у Бога. И по един момент аз попитах Бога. В чем же мое предназначение, мое призвание? Какво е мое предназначение, призванието ми. И тогда Бог открыл, что это служение у молодежи. И тогда я набрался сил. Подошел к пастору Андрея. И сказал, можно я буду тебе помогать с молодежкой? И на мое удивление он согласился. Потому что мне казалось, что куда мне? Но потихоньку, шаг за шагом, я начал в этом служении развиваться. И Бог этому сопутствовал. Он всячески помогал. И сейчас, каждая неделя это что-то интересное и чудесное. Я вот смотрю на эти молодые лица. И мне так радуется сердце, что они в церкви. И понимаю, что Бог каждому приготовил план. И что я в нужное время просто потянулся и спросил его. Знаете ли, был небольшой такой страх. Знаете ли, аз имах один страх. О том, справлюсь ли я. Дали аз ще се справя. А смогу ли я там успевать и в делах, в развитие бизнеса. Ще успеяли в развитието на бизнеса си, в делата и в всичко остальное. Но когда я доверился Богу. Но когда я доверил на Бога. И захотел служить без какой-то корысти. Без какой-то выгоды. Без какой-то изгода. Бог всему начал сопутствовать и помогать. Бог е започнал да ми помогала всичко. И казалось бы. И... И се оказа. Ти пытаешся там быть максимально полезным в служении. Ти се опитваш да будеш най-полезен в служението. Уделять этому огромное количество времени. Да отделяш много времени за това. И самому служению. И на самото служение. И духовному развитию. И на духовното развитие. И если думать логически. И ако мислим логически. Что если ты перекладываешь силы на что-то одно очень много. Человеку влагаешь силы в нечто одно. Что-то другое будет страдать. Другу точно страда. Есть такое, что погонишься за двумя зайцами и ни за одним не успеешь. Има един израз в русский. Ако се гонишь за двумя зайцами. Няма да достигнешь ни ту единия. Но это... Если один из зайцев, за которым ты гонишься, это Божьи дела. Но ако единия зайца е Божьиите дела. И это для тебя более важно. И това за тебя е най-важно. То все... И ты будешь успевать и в этом деле. То ти ще успяваш и в това дело. И во всех остальных. И во всички остальные. Я лично заметил действительно вот. Я просыпаюсь утром. Мои мысли о молодежи, о служении. Аз лично забелязах част, когато ставам сутрин. Аз имам мисли за младежите, за младежкото служение. И засыпаю с этими же мысли. И заспивам с същите мисли. И я вижу как Бог мне помогает и в служении. И аз виждам как Бог ми помога и в служението. И в семейных делах. И в семейството и семейните делах. И в развитието на бизнеса. И нет такого, чтобы меня разрывало. И няма такого, че да не ми стигат сили за всичко. Чтобы я в чем-то не успевал. Че да не успявам в нещо. Или где-то что-то горело. И някъде нещо да не се прави както трябва. Нет. Все слава Богу получается. Всичко слава на Бога се получава. И вот если вы служите своим даром и своим талантом. И вы ако служите со своят дар и своят талант. И вы понимаете, что вы его не закопали. И вы разбирате, че не сте го заробили. Самое главное в этот момент не стоит ожидать от людей какого-то фидбэка. Най-важното е в този момент вие да не чакате хората да ви отговарят нещо. Или же какой-то выгода от Бога. Или някаква изгода от Бога. Бог, я вот тебе дал. Бог, нали? Аз ти дадох. Теперь ти дай мне. Айди ти да ми дадеш тега. Нет, это так не работает. Не, то не работи така. Награда, да, найдет каждого из нас. Но это не должно быть нашей первоначальной целью. Но това не треба да не первоначална цель. В эфесианам шестой главе. В послании только в эфесиане шестой глава. Шестой восьмой стих говорится. Не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовые, исполняя волю Божью от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал. Раб или свободный. Вот тут очень важно говорится, что не стоит делать, как просто для человека я тебе помог. Только много важно, да не прави мне, что всякошь как-то на человек, аз нали, ти помогнах. А как для Бога. А как-то на Бог. Что это очень важно. Че това е много важно. Знаете, вот я задумался. Аз се замислих. Мне вот в начале моего пути было очень где-то стыдно, неудобно говорить людям о том, что я верующий, о том, что я верю в Бога. В началото на пътя ми ми беше малко неудобно, срам ми беше да казвам, че съм вярващ. Было стыдно, чтобы меня назвали сектантом. Имах срам, че ще ми кажат, ти си сектант. Каким-то ненормальным психом. Ненормален си, лут. Но со временем я начал понимать. А чего я стесняюсь? Чего я боюсь? Наоборот. Это им должно быть неудобно. Это они бедолаги. Потому что любая ситуация какая-то стрессовая в жизни. Зачастую может выбить этого с человека просто из ног. Често может да нарани човека. А у нас, лично у меня в этом случае, у меня есть Бог, который не даст мне упасть. Который, если что, меня развернет. Което, ако стани нечто, ще ме обърне. И мой стыд и мой страх. И моят срам и страх. Потихоньку начал трансформироваться. Лека по лека започна да се трансформира в. В сочувствие и сопереживание этим людям. В сочувствието към тези хора. Когда мне начинали говорить ооо. Когато за ми казвали ооо. Ты что, куку? Нали стилут ли си? Я говорю братан или сестра. Я скажу брат, сестра. Нет. Это ты бедолага. Это тебе труднее, чем мне приходится. Бесспорно. У меня есть трудности в жизни. А они есть у всех. Всички ги имат. Но я знаю, что у меня есть тот, кто мне поможет. И тогда как-то знаете, больше сил, как-то огонь разгорелся внутри. И тогава аз усетих един огън в мен започна да гори. И желание служить появилось еще больше. И се появи по-голямо желание да служа. Особенно вот людям. Особенно на хората. И я начал еще более ответственно подходить к служению. Особенно когда прочитал книгу пророка Иеремия 48-10. Особенно когда прочитал книгу на пророк. Давайте откроем. Иеремия. 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 Пророк Иеремия. 48 глава 10 стих. 48 глава 10 стих. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. И проклят, кто удерживает меч его от крови. Аминь. И я когда это прочитал. Я сколько-то прочитал. Я прям столько силами наполнился. А столько силы получих. Я такой. Хм. Я все замислил. Просто как из мультика. И так сойдет не получится. Как то и вот одна анимация. И така аж ты стане. Не, не может така. Нет. Я начал полностью и всего себя отдавать этому делу. Аз отдадох целия себе си към делото. Към служението. Особенно если это связано с служением с другим людям. Особенно ако я свързан с служението на други хора. И вот за последний год я понял. И през последната година разбрах. Что каждому человеку нужен свой подход. Че към всеки человек трябва своя подход. Чтобы размягчить его сердце. С да се ступи неговото сердце. И во мне по-другому заиграло то, что мы сегодня читали. Евангелие от Матфея. Где говорится идите и научите. И аз разбрах по друг начин. Вече това, което четохме днес. В Евангелие от Матфея. Вървете и учете. Что не идите и заманите. Не уцедете и ги доведете. А научите. Получается. Надо найти подход к этому человеку. Трябва да навериш подход към този человек. Чтобы смягчить его сердце. С да се ступи неговото сердце. И только он чуть-чуть смягчит свое сердце. И поне малко да се ступи неговото сердце. И Бог тут же коснется его своя любовь. И Бог ще докосне веднага с своето любовь. Просто в этот же момент. Буквално в същия момент. И я начал просить у Бога. И аз започнах да моля Бог. От этого понимания к кому как обращаться. Да разбера как да се обращам към всеки един. Потому что вещи, которые сработали со мной. Понеже неща, които са работили с мен. Могат не сработать с другим человеком. Няма да работят с другият човек. И е много важно да разбираме. Что если человек не понимает твои слова. Не хочет в них как бы верить. Не согласен. Не стоит с пеной у рта трясти его. Поверь, поверь, я тебе говорю. Не трябва да го укараш да вярва. Повярвай, повярвай. Не, не трябва така. А то ты умрешь и попадешь в ад. Че ще умрешь и ще утидешь в ад. Не, не трябва така. Да, разбрахте човека. Ще кажи до виждане. Надо помнить, что каждым из нас Бог говорит на своем языке. Не, трябва да помним, че Бог говорит со всеки един от нас на своят язык. Понятный именно нам. Разбираем за нас. За всеки един от нас. Поэтому, когда я начинал служить вот как раз таки молодежи. За това, когато започнах да служа в молодежкото собрание. Помимо того, что человек, в принципе, христианин должен понимать и знать писание. Освен това, че човек, христианин, трябва да разбира писанието, да го учи. Очень важно развиваться еще и в других направлениях. Философия, психология, история, математика. Будь широко развитым человеком. Чтобы ты мог найти общий язык практически с каждым человеком. Да намеряш общий язык с почти всички хора. Которому тебе доверит Бог. С тези хора, които Бог ще ти довери. Потому что с временем на нас действительно люди смотрят от этого мира как на какой-то пример. Понеже все по едно време хората от мира ще ни гледат като пример. Особенно наши родни и близки. Особенно близките ни и родни ни. Да, они будут не вслушиваться в наши слова, когда мы будем говорить им о Боге. Да, няма да ни слушат когато ще им говорим за Бога. Но когда они будут видеть наши внутренние изменения и внешние. Но когато ще виждат вътрешното ни и вънешната промяна. Потихоньку они будут понимать, ну да, это идет на пользу. Да, това носи полза. Может быть в этом что-то и есть. Может би има нещо в това. И вот когда они только дадут вот эту, так сказать, слабину. И само малко да се разтопи сърцето им. Бог тут же туда попадет. В същия момент Бог ще попадне там. И это меня заставило еще больше. И това ми е накарало още повече. Да гледам различни видео, да се развивам. Потому что в служение другим людям. Понеже в служение только на други хора. Общение может быть построено так, что ты иногда можешь не ожидать каких-то слов, которые тебе нужно сказать. Общение с человеком будет от уважаемых. Не са изволите ли вы сегодня почти наше присутствие на собрании? И общованието, дороги мои, ще дадите ли вашето согласие да се присоедините к служението ни. Принять вечернию трапезу. Да приемете вечерната трапеза. И поучаствовать в беседе на високо духовни теми. И да участвате в беседа на високо духовните теми. А иногда может доходить до... А понякога может да се стигне до... Слышка, РРМ сидь. Ей, ела тука. Подтягивайся сегодня на хату. Ела в къщи. Похаваем каких-то ништячков. Ще храним. Ще хапнем нещо. И поговорим. И ще поговорим. На очень важные теми. На много важни теми. Не будем гнать воздух. Няма да говорим за глупости. Що никто из нас не въздухан. Давай. Че... Да. Няма да говорим за глупости теми. И вот знаете, даже вот человека вот с подобным жаргоном. И даже човек с подобен жаргон. Бог коснется. Бог пак ще го докосне. И очень важно не входить в осуждение. И много е важно да не го осъждаме. Ай, 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 както некрасиво разговариваешь. Ей, не говориш много добре. Или же начинай человека с ходу учить как он должен разговаривать. Или изведнаж да учим човека как трябва да говори. Нет, со временем это может измениться у него. Не, с времето това може да се проявни в него. Самое главное, чтоб он познал Бога. Най-важното е да познае Бог. Принял его как своего спасителя. Да го приема като своя спасител. А уже дальше Бог будет работать с ним по-своему. А вече оттам нататък Бог ще работи с него по своя начин. Так как он запланировал. Така както той планировал. И подобным подходом ти просто разположиш его сердце к Богу. Самое главное, что я понял в служении с людьми, в молодежном служении. Най-важното, което разбрах в служението на хора в младежкото служение. Что не надо бить душным. Че не трябва да задушаваш. Душных никто не любит. Такива хора никой не ги обича. А лучше всего быть открытым. А най-важното е да бъдеш открит. И изливать Божию любов. Да изливаш Божията любов. И тогава хората ще идват при теб. А потом они потянутся и к Богу. А после ще вървят и след Бога. И самое важное и самое сложное в этой ситуации. Най-важното и най-сложното в тази ситуация. Это начать. Е да започнеш. Начать двигаться. Да започнеш да се движиш. Потому что у каждого может быть какой-то ступор. Понеже всеки може да има нещо, което да му пречи. Дьявол никому не даст просто так это начать. Дьявол на никой няма да даде ей така да започнеш нещо. Постоянно будет сидеть и говорить. Постоянно ще стои и ще говори. У тебя не получится. Няма да се получи. Ты недостаточно духовный. Ни си достаточно духовен. Ты не очень-то развит. Ни си много развит. Тебя никто не будет слушать. Никой няма да ти слуша. Или что ты будешь мелочиться с этим? За что се толкова мелки делатати? Вот начнеш тогда, когда будеш там на тысячи человек что-то служить делать. Да, шти започнеш тогава, когато вечеш ти служиш на хиляди хора. Ты будеш говорить Евангелие на тысяча человек. Шти говориш Евангелие на хиляда хора. Ты будеш там кормить тысяча человек. Шти хранишь хиляда хора. Зачем тебе сейчас вот эта вот мелочица? За какво да се занимаваш с малко хора? Но нет. Но не. Именно начиная с малого. Точно започвайки от малкото. Вы придете к большому. Ще се стигне и до голямо. Потому что верный в малом. Понеже верен в малкото. Верный в большом. Плюс это и тренировка. Плюс това е като тренировка. Вы не сможете сейчас прийти в зал и сразу от груди отжать 150 кг. Ви няма да можете да уцелите на фитнес и изведнъж 150 кг да ги вдигнете. Нет, вы начнете с 20, с 30 кг. И потихоньку, потихоньку это все увеличит. Так же само и в служении. По същия начин и в служението. Когда вы поймете свое призвание и предназначение. Самое важное это начать. Най-важното е да започнете. С какого-то малого. От нечто малко. И это не должно вас как-то ущемлять. И това не треба да ви притиска по никакъв начин. Потому что вот к примеру, я беру вот свой пример, когда мне Бог открыл, что это вот молодежь. Например, аз давам себе си като пример, когато Бог ми открыл, че това е младежко служение. Я бы мог сказать, так, все, но раз молодежь мне это сказал Бог, все, пастор Андрей, до свидания, теперь я на этом месте. Аз бих могла да кажа, ми Бог ми е казал, аз да съм молодежки пастор, пастор Андрей, до виждане. Нет, я подошел помочь. Не, аз дойдух да помогна. Вначале только готовить. Вначалото да готовя. Потом готовить темы. После да готовя теми. И пастор Андрей мне подсказывал, помогал, что, где, как. И пастор Андрей лека по лека ми е казал, как волк, где, за что. И я возрастал. И аз започнах да раста. И в определен момент он сам сказал. И в определен момент той ми е казал. Что все, теперь ты ответственный. Че вече ти си отговорен за това. Вы не представляете, какой для меня это был стресс. Ако знаете, колко стресс получих тогава. Потому что каждую молодежку я был спокоен, что, ну, пастор Андрей здесь, если где-то что-то не так, он там исправит быстро. Понеже на всяко младежко служение аз и знаюх пастор Андрей друг, тук, ако кажа нечто грешно, той ще ме поправи. А тут все. А тук вече всичко. Теперь ты взрослый. Вече си голям. И я вот пастор Андрей за это очень благодарен. Я сам много благодарен на пастор Андрей за това. Но больше всего я благодарен Богу. Но най-сам благодарен на Бога. За то, что он помогает. За то, что он дает сил, дает возможности. Че дава сили, возможности. И дает настолько прекрасных учителей. И дава толкова хубави учители. Чтобы действительно можно было распространять Евангелие. Че да распространяваме Евангелието. И можно было приводить людей к Богу к спасению. И да може да доведем хора к спасению. Вытаскивайте вы их из этого черного мира. Да ги примахваме от тъмния свят. Из мира греха. От света на греха. И дава действительно людям надежду и веру. И да даваме на хората вяра и надежда. В то, что во-первых они не одни. В това, че първо те не са сами. Ни в каких трудностях, ни в чем. В някакви проблеми те не са сами. Что они всегда под защитой Бога. Винаги са под защитата на Бога. И самое главное начать. И най-важното е да започнеш. Как я уже это говорил. Както казах вече. Потому что действительно оправданий очень много. Защото винаги ще има оправдания и са много. Особенно вот допустим у меня было трудно начать. Особенно на мен ми беше трудно да започна. Потому что были оправдания тем, что я делаю что-то в церкви. Понеже аз имах оправдания на ли все нечто върши в церквата. Я же служу. Аз на ли служа. Так что отстаньте от меня. Така че не ми занимавайте. И так же может быть и есть в принципе у большого количества людей. И това го има при голямо количество хора. Что он что-то делает в церкви. Че той нечто прави в церквата. Что он оставляет большие десятины пожертвования. Че остави големи десятини и пожертвования. И это все очень хорошо. И это очень все полезно. И това е всичко много добре и много е полезно. Но нужно уметь держать баланс. Но и нужно да държим баланса. Чтобы служить и в церкви. И другим людям. И на другите хора. Потому что если мы сейчас закроемся здесь. Понеже ако затворим, вратите тук. Да, тут будет собрано общество очень крутых и классных людей. Да, ще е собрано обществото от много глотини хора. Но мы не будем расти. Но ни няма да растем. Как и в количественном плане. Както в количеството. Так и в нашем духовном плане. Така и в духовния план. Мы закроемся. Нищи се затворим. И не будем делиться этой благой вестью с другими людьми. И няма да се делим благата весть с другими хора. А бедолаги очень в этом нуждаются. А нещастниците много се нуждают от това. На български както это звучит не очень хорошо. Да, на български не звучит много добре. На русски малко по-легу. Людям, которые не знаят Христа им очень тяжело. Хората, които не познават Христос, на тях им е много тежко. И самое главное не совершать очень большой и главной ошибки. И най-важно е да не правим най-голямата грешка. Это подходить человеку. Това е да утидеш при човека. И говорить, приходи к Богу. И да кажеш, утиди при Бога. И все твои проблемы решат. И всички твои проблеми ще се решат. И все у тебя будет. И всичко ще имаш. На все сто. И всичко ще имаш на сто процента. И вот вы представляете си, человек с такими ожиданиями приходит. И представите ли си, идва човек с такива очаквания. А на дьявол това не му харесва. Он был уверен в душе этого человека, что она пойдет к нему. И он будет всячески его атаковать. И той по всякакъв начин ще го атакува. По всякакъв начин ще пречи, че той да не познае Бога. И человек скажет, ты меня обманул. И человек ще каже, ти си ме излъгал. Обещал си ми златните гори. А у меня где-то стало даже хуже. А всичко при мен е станало по някакъв начин и по-зле. Поэтому, дорогие братья и сестры. И така, дороги братья и сестры. Просите у Бога мудрости. Молете се за мъдрост. Чтобы Бог действительно давал вам мудрости, как и с кем разговариваете. Бог да ви дава мъдрост, как и с кого да говорите и за какви теми. Да склоним наши сердца и помолимся. Да склоним сърцата ни и да се помолим. Дорогой Господь. Драги Господь. Я благодарю Тебя за это чудесно и прекрасно време. Аз Ти благодаря за това чудесно време. За тих чудесных и прекрасных людей, Господь. За тези чудесни хора. Ти даеш нам вот так возможность собираться и общаться, назидаться всем вместе. За това, че ни даваш време и возможность заедно да чуваме Словото Ти. И я молю Тебя, Боже. И аз Ти моля, Боже. Открой каждому из здесь присутствующих его призвания и предназначения. Утвори на всякий присутствующий неговото призвание и предназначение. Развивай дары и таланты каждого из нас. Развивай дары и таланты на всякий един от нас. Дай нам, Господь, чтобы огонь Твоей любви в нас разгорался все больше. Дай ни любовь и огонь, че така да си разрасту в нас все повече и повече. Чтобы чаша этой любви в нашем сердце просто переполнялась и мы могли изливать ее другим людям. Дай нам мудрость. Как и что говорить людям. Что нам делать и как нам сделать так, чтобы они познали Тебя. Возьми нас как стрелу, Господь, и порази свою мишень. Возьми нас как глину, Господь, и сделай из нас то, что Ты хочешь. Я благодарю Тебя, Боже, за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Благослови каждого из нас. Благослови всякий един от нас. И мы молились с любовью и благодарностью. Во имя Иисуса Христа. И народ Божий скажет. Аминь. Аминь. Большое спасибо за это слово. Спасибо, пастор Роман. Вообще, глядя на него и глядя на все молодежное служение, лично мое сердце не может не радоваться, потому что глядя на то, как они служат, что они делают и как горят их сердца, да, действительно, в сердце есть радость от того, какие плоды они приносят. В общем, они большие молодцы. Кроме того, что они размножаются сами физически, они еще и приводят и рождают других людей и рождают других овец, скажем так, для нашего большого дружного стада, что тоже не может не радовать. Но мы плавно переходим к нашему причастию, к левопреломлению. И сейчас для вступительного слова я хотел бы передать микрофон и предоставить эту честь нашему брату Илье Чащину. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...